ребята а вы знаете как движется лекарство по вашему телу сегодня я расскажу вам о кровеносной системе человека и рассмотрим мы это на примере задания b11 из варианта 1 централизованного тестирования по биологии за 2014 год рассмотрим с вами кровеносной системы человека для этого нам понадобится собственно человек и сердце кровь человека движется по двум замкнутым кругам кровообращения малым и большим малый круг это легочная легочная система большой круг это все остальное тело и так кровь попадает по венозным сосудам с помощью верхней полой вены и нижней полой вены в правое предсердие оттуда через трехстворчатый краток лапан проникает во внутрь правого желудочка здесь кровь знаете за счет собственность сжатия за счет собственного сжатия стенок пульсирует и попадает в легочную артерию однако есть одно отличие движение крови здесь осуществлялось по вене значит здесь венозная кровь попадая в предсердие и желудочек там же она остается венозной кровью и попадая в артерию легочную она остается тоже венозной а вот движение дальнейшее изменяется значит дальше кровь попадает в легочные капилляры где происходит насыщение крови кислородом потом переходит снова же в легочные капилляры и затем в вену легочную однако по легочной вене движется уже артериальная кровь артериальная кровь попадает в правое предсердие затем через двухстворчатый клапан она проникает в левый желудочек и оттуда начинается самый долгий путь а именно через аорту дугу аорты кровь движется ко всем органам 2 3 из которых направлены вверх и основной значит круг аорты до ко всему телу и так рассмотрим дальше кровь попадает по аорте и разносится по всем частям нашего тела особо она концентрируется пищеварительной системе в печени для фильтрации непосредственно в половых и в значит выделительной системе человека а также отдельные направления а именно двух первых непосредственно наших ответвления аорты питают головной мозг теперь мы рассмотрим с вами задание b11 и сборник концентрализованное тестирование а 2014 года по биологии для лечения воспаления желудка лекарственный препарат ввели внутривенно в руку проследите путь перемещения лекарства в организме человека до органа мишени выбрав 7 подходящих элементов и собственно эти элементы первое это у нас легочная вена легочная артерия капилляры легких нижняя полая вена верхняя полая вена желудочная артерия левая половина сердца и собственно правая половина сердца и так для того чтобы нам ответить на это задание мы должны с вами теоретически представить куда же попадает наше лекарство значит начнем с того что нам предлагают для воспаления значит желудка мы ввели внутривенно в руку значится если это верхний плечевой пояс то у нас всегда будет работать верхняя полая вена соответственно путь начинается с верхней полой вены мы берем правильный ответ и выставляем его первым затем мы должны проследить движение крови дальше из верхней полой вены кровь попадает в правое предсердие соответственно мы должны поискать ответ значит в наших вопросах и мы находим такой подходящий ответ правая половина сердца значит дальше движемся кровь попала в желудочек а оттуда она начинает свой движение оттуда она начинает двигаться полегу легочной артерии значит легочная артерия затем мы должны рассмотреть с вами дальнейшее движение круг кровообращение малый замкнут соответственно кровь возвращается в правое предсердие у нас есть подходящий момент здесь это капилляры легких которая проходит кровь затем мы попадаем в непосредственно так в легочную вену и уже из вены мы попадаем в предсердие но так как у нас нет предсердие а есть левая половина сердца то следующим ответом будет левая половина сердца остается у нас два еще варианта после того как кровь попала в левое предсердие и затем прошло в левый желудочек она попадает в дугу аорты значит у нас остается желудочная артерия она будет следующая по значит движению крови то есть нас уходит по артерии попадает в желудок а именно будет принесена с помощью артерии желудочной то есть наше лекарство попадает вместо ее дислокации и остается лишним ответом у нас нижняя полая вена почему она остается лишним так как нижняя полая вена собирает кровь венозную с нижней части тела то есть все что у нас ниже ключевого пояса если вы хотите сдать ct по биологии на 100 баллов то тогда приходите к нам на занятия и подписывайтесь на наш канал